Елизавета Изюмова вместе с мужем и сыном утро провели на площади Славы. День воздушно-десантных войск для семьи особенный. Это большой праздник для нас. У нас отец мужа десантник, муж десантник. Вот сын маленький, надеемся, тоже будет десантником. Воздушная пехота стала собираться на площади задолго до начала торжественной церемонии возложения цветов к горельефу скорбящей матери Родине. Голубые береты обмениваются новостями, вспоминают забавные случаи со времен службы. Вспоминается, как один боец очень сильно испугался и не захотел выходить с парашютом в дверь самолета. У нас был очень большой выпускающий, он был примерно 2-10 местор ростом, у него были огромные усы, он был старшим прапорщиком. И он этого товарища, он его просто вот так вот взял за шкирку, вот так вот просто оттуда вот так аккуратненько выкинул из самолета, после чего этот боец первым всегда прыгал быстрее всех. Часто аббревиатуру ВДВ расшифровывают, как войска дяди Васи. Герой СССР Василий Маргелов возглавлял ВДВ более 20 лет. Именно он сделал десантников такими, какими они являются сейчас. Благодаря Маргелову формой десантников стали тельняшки и голубые береты. Этот праздник для меня в первую очередь значит голубое мирное небо. И я очень сильно надеюсь, что в очень скором времени это небо снова станет мирным, потому что, как и все остальные воздушно-десантные войска, стоят крепко на страже рубежей Родины, и мы ее всегда сможем защитить, и всегда победа будет за нами. Враг будет разбит, потому что наше дело правое. Слава ВДВ, никто кроме нас. С праздником, братья! После короткого митинга была объявлена минута молчания в память о тех, кто не вернулся из боя. Затем началась церемония возложения цветов. После окончания торжественной части под песню «Расплескалась синева», голубые береты отправились отмечать свой профессиональный праздник. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.